Вопрос преднамеренного банкротства администрации Артёмовского городского округа муниципальных предприятий очень близко к сердцу принимают депутаты Думы. Разбирая один случай за другим, народные избранники пришли к заключению, что чиновники в рамках какой-то своей игры умышленно банкротят МОПы. Я хочу сказать то, что банкротство здесь идёт специальное. Я официально это заявляю. И это всё не без участкового учредителя у нас идёт. Как бы это всё. Поэтому здесь вопрос-то шире надо ставить. То есть по этим банкротствам, по этим всем предприятиям, вот 20 миллионов крестовских отработал убытка. А другой пришёл, 55 миллионов в год принёс. А следующий 60 принёс, коллеги, давай все спокойнее. А кто хоть поширенился так, кто хоть что-то сделал для того, чтобы предприятие вывести, сколько мы предлагали. А давайте систему учёта централизованную введём, чтобы материалы централизованно учитывались, чтобы это всё. Если по пять бухгалтеров сидит, а все остальные сидят у нас рабочие на бирже. Кто поширенился? Письмо, когда мы написали, что миллион 44 надо оплатить и будем предъявлять кому-то благоустройство, значит, вы сразу пользу, банкроты. Содержать централизованную бухгалтерию, где будет всё учитываться, конечно, невыгодно для администрации. Слишком много будет лишних вопросов к схемам муниципального руководства. Мы этот вопрос всё же просматривали, конечно, всегда. Для того, чтобы содержать централизованную бухгалтерию и всех остальных, МУПы должны платить им живые деньги. А где они живые? Они живые зарплату платят? Что же касается шевеления главы и его бесстрашной армии чиновников, то они, конечно же, шевелятся. Причём очень активно. И стараются быть вне поля зрения. Как, например, в случае с дорожными плитами. Напомним, при реконструкции дороги по улице Молодёжи дорожное полотно освобождалось от железобетонных плит. Их сняли ровно 600 штук. И складировались они на улице Молодёжи, энергетиков, недалеко от машзавода и на территории КМЗ. В жилком строе сослались, что все плиты переданы на баланс Комитета по управлению муниципальным имуществом. В свою очередь депутаты надеялись, как эти плиты ещё послужат при установке контейнерных площадок, ремонте тротуаров и укреплении дорог. В общем, на благо всех жителей. Но плиты загадочным образом начали таять на глазах. Причём продажа плит была организована через посредника на Авито. Сегодня народные избранники в ярости и, соответственно, задают вопросы в первую очередь главе. До такой степени смешно. 600 плит, и они куда-то исчезли. Так, спокойно. Значит, у нас дороги надо делать. Плиты мы продаём. Что за хозяин-то я не понимаю? Андрей Шлавович, дороги надо делать. Что вы мне сейчас опять будете рассказывать? Я знаю, что вы скажете. Но плит-то нет. Да плит-то нет. Дороги-то не сделаны, и они не будут сделаны. Вообще-то смешно становится. Вы сейчас говорите, это сделали, это сделали. Ну вот элементарные плиты. Аптеки. Ну что за дела-то? Предоверенное браку-коростное. Сколько вы, Владимир Степанович, говорит, вы что-то в ухо не ведёте. Александру Ивановичу вопрос не позадавали. Ни ответов, ни приветов. Но на самом деле на последнем заседании совместном нас вообще перестали игнорируть депутатов. Никого нет. А зачем? Владимир Иванович, зачем ходить-то? Зачем пояснять нам? Бюджет принят. Бюджет на самом деле принят. И мы немножко-то все предприниматели, все немножко знаем, что, куда и как это всё делается. Чего вы тут нам начинаете обискать-то, что всё хорошо, что вам мешает работать? Я вообще не понимаю, что у нас в городе происходит. Вот реально я не могу понять. Вот мы здесь сидели и рассуждали, да, все вместе, что когда плиты снимут, то мы посмотрим, как эти плиты используют на ремонт собственных дорог. Да? Было такое? Было. Или я что-то путаю? Тише, спокойно. Было. Так я не понимаю, кто у нас в городе принимает решение, что эти плиты уходят с молотка, вместо того, чтобы ремонтировать собственные дороги. И до каких пор это будет происходить, я вот не понимаю. Это у меня уже действительно из себя выводит. Оказывается, плитами торговала МУП «Центральная районная аптека». МУП, у которого, в принципе, совсем другой вид деятельности. В ЦРА, значит, у нас все плиты, значит, были развязаны по территориям. Вы, как видели, ездите везде. Это территория… Алексей Александрович, конкретный вопрос. ЦРА действительно продавала плиты? Действительно. На каком основании? Плиты были переданы МУПу для, значит, реализации, чтобы… По какой цене не продали? По оценочной цене? По какой цене? Я не знаю, по какой цене. Ну, как вы не знаете, ваши плиты? Сколько? Ваши плиты? Вы просите честно? Две тысячи. Не две тысячи, две с копейками там. Не знаю, больше, когда. Ну, продали предпринимателю, который продавал уже за шесть тысяч. Я не знаю. Почему, когда вы решили продать эти плиты, почему вы их не выставили на аукцион? Кто? Вы. Пятьсот восемьдесят и девяносто. Куми. Ну, куми, ты. На какое аукционное? На аукционное. Я бы как физическое лицо пошел, там две плиты себе купил. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Валентина Юсупова делала вид, что ничего не понимает или не совсем владеет точной информацией. И ей на подмогу пришел глава. Вдруг всплывет то, чего не обязательно знать ни депутатам, ни общественности. Во-первых, плиты, они не зря были сняты с дороги, чтобы их нельзя использовать. Вот часть плит у нас идет на обустройство гнусорной площадки. Там новые плиты положены, Игорь Иславович. Где-то, может, где построили новые плиты. Я говорю, вот эти плиты, которые сейчас взяли. Почему именно аптеки? Потому что у них, действительно, многие живые обращались, у них не было денег для того, чтобы закупить вот эти лекарства. Вот это было все сделано. Они закупили лекарства и, соответственно, увезли в эти же аптеки на сельские территории. Вот такой гениальный план главы должен был вывести МОП-ЦРА из кризиса. Чтобы живые, как сказал Андрей Самочернов, могли прийти в аптеку и закупить себе лекарств. Интересно, каких лекарств имел в виду глава? Присыпку и вазелина? Ведь кроме этих препаратов сегодня в муниципальных аптеках, собственно, ничего и нет. Почему продали за 2000, когда можно было продать за те же 6,5 и объявить аукцион и продали бы норманку? Не, ну, смотрите, они же продают тоже на основании оценки, правильно? Так вот я к чему и подхожу, значит, а вот у нас как-то интересно все происходит. Вот оценку кто произвел, а вот эта оценка, она соответствует действительности или нет? Кто-то ее проверял? Или это вот уже надо к прокуратуре опять обращаться? У него есть лицензия, и он отвечает за свою оценку. Правильно? Ну и сейчас с оценщиком мы проверяем другим оценщиком, третьим оценщиком, еще и оценщиком, что ли? Нет, ну хорошо. Если он выдает такую оценку, значит, он отвечает за то, что он будет оценку. Наверное, если кто-то с него спрашивать будет. У нас ведь, как правило, получается, администрация ничего не теряет при этом. Абсолютно ничего не потеряла администрация. Мы продали плиты, которые должны были использовать на собственный муниципалитет, запис в ценах. И при этом администрация у нас опять нигде ничего не потеряла. У нас все хорошо. Почему за чужой счет-то? Какое-то ваше личное мнение. А почему это мое личное мнение? Если людям продали за 2000 рублей, а он тут же продает за 6,5. Вот это коррупционная схема. И здесь надо разбираться конгрессами. Мы какие-то за счет этих артек проводим какие-то манипуляции. Хочем помочь, что ли. Это нереально. Отдаем плиты. Вообще мне все вот это хозяйство напоминает какой-то анекдот. Кто-то из депутатов считает такое управление муниципалитетом настоящим анекдотом. А для кого-то все, что происходит в Артемовском городском округе, напоминает карусель. Подписываю с каждым дней. У меня такая информация есть. За 2018 год, куда отпущено четверть миллиона примерно денег. Куда деньги-то ушли? Куда деньги ушли? Дальше скажу, где деньги у нас? На плотину за 2018 год 300 с лишним тысяч отпущено денег. Списано на эксплуатацию плотины, на уход плотины, эксплуатацию плотины. Куда 300 с лишним денег? 30 тысяч на забор. 90 тысяч всегда за 3 месяца за паводки и кариба крановикам давали, так как они следили за плотинами. Но в прошлом году там никому эти деньги не отпускались, а получается, крановики там не работали, а 300 с лишним тысяч, получается, ушло. А по Новому году, да, на праздник, на Новый год, да, городок, когда облагоустраивали, там земли, у нас, у Шмурлиги на средств не было лампочку вернуть. До сегодняшнего дня жители обращаются, получаться у почты, там, что детям плохо ходить, темновато было, лампочки до сих пор нет. Как же долго жители всего округа чиновники будут вертеть на своей непонятной карусели? Зависит, увы, не от жителей, а от депутатов. Ведь именно их законное право остановить этот цирк.